Нашего сегодняшнего гостя. Сегодня в рамках Международного книжного салона у нас здесь, в Буквоеде, на Невском 46, в нашем парке культуры и чтения творческая встреча пройдет с автором книги Александра Башлачева «Человек поющий». Лев Наумов у нас сегодня в гостях. Давайте поприветствуем, друзья, наши мамы, но мы все можем. Сегодня у нас переиздание книги. Я думаю, будет у нас возможность поговорить с Ольгой лично. Ну, вы, пожалуйста, готовьте вопросы. Это не только разрешается, но и приветствуется. Вот, Лев, может быть, вы начнете пару слов каких-то по книге, пожалуйста. Я могу сказать, я очень рад вас видеть в первую очередь, да? Я думаю, что долго обсуждать то, кто такой Башлачев и что он сделал, все-таки в этой аудитории смысла нет. Я выскажу всего лишь несколько тезисов по этому поводу. Вы знаете, что он родился в Череповце, в интеллигентной совершенно семье, работал художником, учился на журналиста. Эти все обстоятельства биографии достаточно хорошо и широко известны. И многократно описаны, в частности, мной. Такого книг у меня три переиздания. Сразу, что человек поющий. И еще есть так называемая черная книга, которая просто называется Александр Башлачев. Вот я об этом расскажу. Фигура Башлачева, она притягательна во многом потому, что, когда мы о нем говорим, конечно, мы имеем дело непосредственно с таким феноменом гения, без большого преувеличения. По той причине, что ситуация беспрецедентная. Человек написал чуть более 100 текстов, сыграл, ну, порядка 300, чуть меньше концертов. И при этом мы говорим о нем, как об одной из самых выдающихся и влиятельных фигур поэзии 20 века, русской поэзии 20 века. О человеке, который перевернул поэтическую и песенную традицию. Причем в чем он уникален? Он сделал это не какими-то там авангардными средствами. Авангард, собственно говоря, это течение, которое подразумевает некое революционное воздействие. Он сделал это, естественно, предельно архаичными. То есть, по большому счету, он сделал то, что, в общем-то, можно считать практически невозможным. И вот что важно. С эстетикой рок-музыки, все-таки, на мой взгляд, его роднит не так уж и многое. Конечно, в первую очередь, это эстетика бунта. Некое общее такое свойство рока. Но все дело в том, что если его коллеги, его соратники, если можно говорить о неге-монолитной рате, все-таки, они исходили из политического бунта, политического протеста, социального бунта, юношеского бунта, то бунт Башлачева во многом антологический, поэтому трагизм его совершенно не избылен. Мне кажется, что достаточно спорную роль в его жизни сыграло его увлечение роком. И вот что я вам хочу рассказать на эту тему. Вообще Башлачев был яростным, что называется, фанатом в молодости. У него в архиве семьи поэта можно найти такие альбомы рисунков Башлачева, где он изображал фломастерами сцены западных рок-концертов, которые для него были так притягательны. Как правило, картинки эти достаточно стереотипные. Там четыре человека на сцене, один вокалист, один гитарист, один басист и один ударник. И, в общем-то, различать группы при этом можно исключительно по тому, какое слово, какое название написано на большом барабане Бочкиной в ровно-установке. То есть его притягала даже не специфика, а вот вся эта эстетика, вот это вот шоу в целом и недаром. В этой книге вы найдете несколько историй, связанных с тем, что Башлачев еще будет на своем череповце отдельное внимание уделял организации фаер-шоу и других элементов именно шоу-концертов группы «Рок Сентябрь», с которой он сотрудничал на ранних парах. На самом деле, отличить вот на этих картинках можно, ради того, что одну группу, это группа «Квинн», поскольку там как-то стриженый вокалист. Да, а так «Деп Лепард» от «Дип Леппл» особенно не отличается. И даже Бланк, по-моему, он не блондин, что оказалось бы достаточно характерное отличие. Все это длинноволосые люди, которые заняты тем делом, которое Башлачеву очень и очень импонировало, очень и очень нравилось. Более того, у него есть тетрадка, в которую он переписывал тексты западных групп, распознавая их определенно по слуху. Там есть очень трогательные такие и смешные немножко ошибки. У него есть тетрадка текстов группы «Аквариум», написанной Башлачевским типичным совершенно каллиграфическим почерком. Больше вам скажу. На самом деле, тогда, когда Александр уже принял решение уезжать из Череповца, у него ведь было три варианта, куда поехать. Он рассматривал Таллинн, Москву и Ленинград. И именно перспектива познакомиться с группой «Аквариум» и Борисом Глебичниковым лично сыграла определяющую роль по воспоминаниям его друзей, его друзей юности, его земляков, а в выборе именно Ленинграда в качестве пункта своего назначения. И вот Башлачев оказывается в среде людей, которые так или иначе лепили свою судьбу, свою биографию по некоторым западным лекалам, так скажем, по Джейми Фендриксу, по Джанис Джоплин. Я совершенно умышленно называю именно этих людей, а не, скажем, панков, которые определенно в рамках Ленинградского рок-клуба оказали определенное влияние такого же рода. Но все-таки круг общения Башлачева, он главным образом связан с такой хиппи-тусовкой в большей степени, чем с панковской тусовкой. А сам он, понимаете, не попадает под это лекало. Проблематику вот этого заимствования судьбы и заимствования эстетики, если угодно, он сам отчетливо рефлексирует и много говорит об этом в своем выдающемся интервью Бориса Юхананова и Алексея Шипенко, о котором мы тоже сегодня еще поговорим. Он говорит о том, что русский рок находится в рукавах чужой формы, а, казалось бы, ведь есть и своя. Да, очень хорошо на эту тему сказал Шинкарев как-то. Он сказал, что Башлачев, в общем-то, проторил такую магистральную дорогу русского искусства, поэтическо-песенного, если бы хотя бы кто-нибудь, кроме него, смог по ней пройти. Ну вот. Люди вокруг него лепят свою судьбу по Хендриксу, Джанни Джоппину, другим людям. А он сам попадает в какой-то совершенно литературный контекст, если угодно. У него судьба, конечно, литературная во многом. Много черт этого. От смешного, скажем-то, от того, что в детстве у него была няня, мы знаем многих персонажей, у кого в детстве была няня, скажем прямо, до того, что он был поцелован всеми музами сразу. Да, то есть, помимо того, что он писал удивительные стихи, он превосходно совершенно рисовал, он писал замечательную прозу, он оказался лишним человеком в своей профессии, в профессии журналиста. Я много довольно об этом пишу и привожу примеры в этой книге. И если смотреть по кому он лепит, не то, что он лепит, это неосознанный процесс, это не рефлексирует сам человек, то это, конечно, вовсе не Хендрикс и не Джокпин. Сейчас я сделаю небольшое лирическое отступление, для того, что на своих лекциях по литературе я рассказываю о некой концепции, что, в общем-то, судьбу любого писателя 20 века, а точнее, вообще любого писателя с позиции читателя 20 века и последующих времен, можно представить с той или иной степенью допущения, как композицию биографии Кавки и Гесса. Все дело в том, что биографии Кавки и Гесса это такие произведения искусства сами по себе. И они сыграли большую роль в формировании архетипа писателя как такового. И, конечно, кавкианский компонент здесь, он сугубо минорный. Это синтрагическое положение, это болезненное положение гения, уязвленное положение существа авто, как существо совершенно невитальное. Попадите, у меня третье выступление на сегодняшний день, поэтому я буду много пить. Если можно, еще одну бутылочку сразу, потому что этого не хватит. Невитальное, да, для которого искусство, с одной стороны, выглядит как своего рода панацея, быть может, но это только видимость, это мнимость, потому что в конечном итоге его искусство так или иначе, и губит его. Ну, группа достаточно формулирует, это тема для долгого разговора, но так или иначе. А гессовская компонента, это, конечно, мажорная компонента, да? Не нужно думать, что будет гесса. Кстати, у меня у гессы будет лекция 24 мая в кулуаре реставрации здравов. Приходите, кто заинтересуется. Не нужно думать, что судьба гессы была устлана лепестками роз, так в искусстве в принципе не бывает. Однако из всех передряг гессы так или иначе выходят победителем, да? Его запрещают, всячески-всячески угнетают. Вдруг внезапно появляется какой-то юный писатель, который младше гесса в нескольких раз, под именем Эмиль Синклер. Он потрясает абсолютно всю немецкоязычную литературу. Все говорят, кто же это, кто же этот инкогнито? А гесса говорит, а это я был, ребята, на самом деле. И его слово торжествует над всем, казалось бы, да? Вот. А если рассмотреть вот тот вот базис, на который натянута биография Вашлачева, то, конечно, с одной стороны, эта биография очень и очень блоковская, а с другой стороны, биография очень и очень лермонтовская. И вы понимаете, что здесь ни одна, ни другая судьба за мажорную составляющую не отвечает. Это двойная трагедия. Трагедия одна умножается на другую. Но параллели с Лермонтовым, они, на самом деле, очевидны настолько, что я не уверен, что стоит об этом даже говорить. Их слишком много. Да, и не надо воспринимать кончину Лермонтова, конечно, как именно что дуэль и случайность. Это было своего рода самоубийство, главным образом. Расскажу такую историю из жизни Вашлачева, если хотите. Когда он только приехал в Ленинград, один довольно известный в узких кругах деятель, я специально не называю фамилией, вы меня об этом просили, но я думаю, что многие в достаточной степени просвещенные поклонники жанра знают этого человека. Когда этого человека попросили заниматься организацией концертов, вот только что приехавшего из Череповца парня, он сказал, да, хорошо, конечно, только с фамилией тебе Вашлачев не повезло. Давайте возьмем псевдоним. Какой, спрашивает Вашлачев? Нет, а давайте будешь называться Лермонтов. Идея идиотская сама по себе, но важно не это, важно то, как здесь сработало подсознательное, да, почему именно Лермонтов, не кто-нибудь другой, да, это достаточно важный показательный элемент. Ну а с Блоком параллелей вообще слишком много, от достаточно раннего поэтического дебюта в три года, в три-четыре года, как известно и у того, и у другого, до удивительных взлетов и до позы молчания в конце, в Лоб, как известно, после 1918 года, убедился в чете всех своих творческих усилий и более ничего не писал, замолчал навсегда. Вот, и подчеркиваю, ничего оптимистичного вот в этом нет, и ни одна из компонентов не отвечает за какое-то торжество искусства. В 82-м, а на самом деле я думаю существенно более раннем году, но в 82-м годом датирован Чистовик Башлачев, пишет очень важное стихотворение, одно из самых главных, на мой взгляд, несмотря на то, что оно, несомненно, относится к ранним текстам внутри корпуса, стихотворение «Чужой костюм». «Чужой костюм» широким был в плечах, но я его по глупости примерил и столько сам в себе обещал, что сам в себе действительно поверил. И в дискурсе общего биографического мифа Александра Башлачева этот костюм, конечно, в первую очередь воспринимается как рок-эстетика, и не что другое. Это совершенно правительский текст, и я не уверен, что рок-эстетика оказалась слишком широкой в плечах, я как раз полагаю, что было наоборот. Но важно другое, важно то, что вот эта проблема несоразмерности, она стояла для автора в высшей степени остро. Более того, именно потому, что этот текст, мне кажется, таким важным, «Черную книгу» в Александре Башлачеве, я и хотел так и назвать, «Чужой костюм» Александра Башлачева. Это не сложилось только по одной причине, потому что она выходила в серии, и имя главного героя не в именительном падеже было недопустимо. И поэтому мы ее назвали просто «Александр Башлачев». Но в целом, руками с этой книги известна именно как «Чужой костюм» Александра Башлачева. Она и вышла в достаточно существенно сокращенном варианте, опять же, из-за серии, потому что книга в серии не может быть одна в трое толще, чем все остальные. Но давайте потихоньку вернемся к книге «Человек поющий», которая претерпела уже три переиздания, у которой совершенно огромный тираж. И тут может возникнуть ряд вопросов, связанных с тем, а для чего нужно переиздание. Понимаете, в чем дело? Я человек, который происходит из сферы точных наук, все-таки, да? Я, так сказать, пользовался 27-м исправленным, дополненным изданием, справочником Ростейда Семендяева и так далее. И я понимаю, что эти исправленные и дополненные это не пустые слова. И от каждого переиздания, от второго, с первым, третьим, со вторым, книга меняется совершенно радикальным образом. Она расширяется непомерно. Биография Баслачева в третьем издании, она почти в три раза больше, чем в первом. И это касается абсолютно всех разделов книги. И может возникнуть вопрос, а как же так получается? И почему так получается? И почему другие биографические работы не переписываются столько раз? А все дело в том, что книга «Человек поющий» в каком-то смысле представляет собой совершенно беспрецедентный нон-фикшн-проект в нашей стране. И сейчас я вам попробую объяснить, почему. Мне представляется, что есть три способа взгляда на биографическую литературу такого рода. Первый — это, собственно, биографический в широком понимании. В данном случае я имею в виду подход, который во многом широко эксплуатируется издательством «Молодая гвардия» в книгах серии «Жизел», которых на данный момент подел в порядке полутора тысяч. Это такой околоперитристический текст, где главный персонаж... Текст основан, естественно, на документах разного рода, где главный персонаж, но почти литературный. Да? Обычно в такого рода книгах достаточно большое влияние автора, достаточно много проступает к каких-то параметрам, которые в судьбу человека привносятся авторам биографии. И замечу себе на полях, точнее, вам на полях, что вот моя черная книга об Александре Башлачеве, она сделана именно так. Да, то есть вот эта биография в таком понимании, это мое видение всего того, что с Башлачевым происходило, вплоть до интерпретации и так далее. И именно поэтому при изданиях этой книги, именно черной книги, никаких особых изменений не происходит, потому что мой взгляд, он особенно не меняется. Он сформировался уже довольно давно, году, я думаю, 2012 окончательно. И нет каких-то поводов и оснований для того, чтобы вносить некоторые коррективы. Но я напомню, что это только один из подходов. Другой подход — это мемуаристика. Мемуаристика, то есть воспоминания так или иначе очевидцев. Все дело в том, что, как правило, очевидцы по тем или иным причинам в большей или меньшей степени, вспоминая какие-то события, рассказывают нам о себе. Это наиболее субъективный, пожалуй, из видов подобного рода литературы, но при этом, как правило, и едва ли самый захватывающий, и самый живой, если, конечно, мы не рассматриваем совсем уж какие-то предельные случаи субъективности. Я должен вам сказать, что на данный момент, обошлачев я взял порядка ста интервью, и, конечно, вот этот градус субъективности, он очень сильно варьируется. Ну и даже можно найти некую корреляцию, что чем человек успешнее сам по себе, тем меньше он о себе говорит в интервью, тем больше он говорит о Бошлачеве. А иные, так сказать, забытые гении, они говорят в основном о себе и пару раз упоминают Бошлачева, который на их фоне, так или иначе, фланирует в ту или иную сторону. И третий подход, наверное, самый объективный, это подход хронологический. Хронология, как таковая вещь, с которой трудно спорить, но она же при этом самая сухая, она при этом наименее захватывающая, она при этом требует определенного уже априорного отношения, она уже требует довольно заинтересованной целевой аудитории. Да, просто так хронологию читать никто не будет. И вот именно поэтому появилась книга Александра Причева «Человек поющий». Это попытка вот в этом триумфирате биография, мемуары, хронология найти некую оптимальную среднюю точку. И именно такой подход, он требует постоянной корректировки, как я неоднократно уже говорил, для меня в жизни Бошлачева в неделю происходит что-то новенькое, и это действительно так. Потому что, когда я начал этим заниматься, об этом мы сегодня еще поговорим, если вы захотите, будто открылся некий поток информации. Да, сначала он был довольно вялым, но уже после выхода из широкого восприятия первой книги он превратился в довольно мощную реку, которая не иссякает до сих пор. И воспоминания, факты, обстоятельства так или иначе влияют друг на друга, их приходится друг под друга подгонять. И это, конечно, такая околодетективная работа, если угодно. Работа, которая связана с определением вотного доверия того или иного человека. И я старался в книге «Человек поющий» все-таки, поймите, удалось узнать о значительно большем, более чем вдвое превосходящем количестве фактов. Но если факт более или менее сомнительный, то он в эту книгу не попадал. И здесь собраны те сведения, о которых именно в разделе биографии я имею в виду, а все-таки им книга не исчерпывается, подтверждение которым в достаточной степени мне удалось найти. Именно поэтому книга носит такой довольно пароль, по крайней мере, меня в этом не сказать, сухой характер, потому что здесь как можно меньше проступает мое мнение, как можно больше проступают факты. И книга задумывалась, как такой слуга многих господ, если угодно. Она задумывалась для максимально широкой аудитории и для максимально широкого, если угодно, применения. То есть я думал о том, что она может быть использована для постановки каких-то фильмов о Башлачеве, для постановки каких-то спектаклей о нем, для написания гуманитарно-филологических работ, для написания диссертаций, для написания исследований, статей, для инсталляции, выставок и тому подобного. И в общем-то нужно сказать, что эта цель, конечно, достигнута, потому что биографический миф об Александре Башлачеве, целиком и полностью сейчас, и это никому не приписываю всем заслугу, но так получилось, контролируется этой книгой. И это очень приятно, очень неожиданно для меня в том числе. Однако, как я уже сказал, биография — это вовсе не единственный раздел этой книги. Помимо всего прочего, книга открывается разделом стихи. И вот тут тоже есть о чем поговорить. Все дело в том, что в архиве семьи поэта очень мало черновиков. И найти какой-то более или менее респектабельный источник текстов, было для меня важно тогда, в 2009 году, когда только появилось первое издание этой книги. И выяснилось, что в рукописи существуют, в данный момент, далеко не все тексты в принципе. Более того, вот те источники, по которым делались более ранние поэтические сборники Башлачева, они, ну скажем так аккуратно, в данный момент не существуют. Поэтому я решил, что обязательно я буду опираться только на тексты, которые касались рука Башлачева. Именно за счет этого порой так получается, что отдельные тексты приводятся чуть-чуть в более ранних редакциях, чем те редакции, в которых вы их привыкли слышать на альбомах. Потому что основной источник это тетрадь Башлачева, в которую он вносил свои тексты в 1984 году и в несколько раз в последующие приезды в Череповец у себя дома. И эта тетрадь Череповца никогда не покидала. Кроме того, как вы понимаете, таким образом удалось бы восстановить далеко не всякий текст. А вот эти рукописи, они переведены в форму этой книги даже с сохранением авторских развеений на строки, межстрочных переносов и интервалов. Башлачева очень и очень оригинальный способ написания текстов, в том числе и начисто. Не только его фантастические черновики, о которых много мемуаров в этой книге, но даже чистовики он делал достаточно специфически. И все это я пытался здесь восстановить с точностью до миллиметра. Еще один очень важный источник это так называемые авторизованные распечатки. Башлачев, так как любой персонаж, который пытался что-то исполнять в рамках мероприятия Леградского рок-клуба, нуждался в том, чтобы тексты были залитованы. У него было несколько друзей, которые перепечатывали его тексты на машинке, а потом он сам правил эти тексты. То есть это правленные автором распечатки, которые тоже послужили одним из ключевых источников для этой книги. Нужно сказать, что этим всем, конечно, тоже не исчерпывается. Важно вот, что в этой книге удалось впервые опубликовать многие тексты Башлачева. То есть до выхода первого издания «Человек поющего» в обиходе у вас, как читателей, у всех поклонников творчества, и в том числе у литературовидов, были вот эти вот 60 с хвостиком базовых текстов Башлачева, но 11 никогда прежде не публиковавшихся текстов были впервые опубликованы во первом издании «Человека поющего». Их рукописи удалось найти. Еще 2, итого 13, были опубликованы во втором издании «Человека поющего». Еще 13, итого 26, были впервые опубликованы в третьем издании этой книги, что, честно говоря, для меня является одним из ключевых поводов для ее существования. Это действительно очень важно, это расширяет наше восприятие Башлачева как автора и расширяет значительным образом его корпус текстов.